Всем привет, с вами Нильгорд. Это следующая серия. Ну что ж, скрафтил я железную себе броню, инструменты, ну и конечно же крафтовую книжку, я не знаю, какой-то силовая капсула. Также я добываю сейчас алмазики, вот осталось уже 4 минуты, долго здесь стою. И, ну, полазил здесь, как видите, потратил все практически факелы, осветил очень много достаточно, убил вот такого вот монстра одного, который вот здесь вот прыгает, с него упала какая-то бутылка, потом какая-то вот, не знаю, кишка, не знаю, двинка. В данный момент сейчас копаю алмазы, чтобы, ну, построить алмазную броню. Также нашел несколько новых ресурсов, это сульфур и, 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 и что-то вроде бы, или нет, или я ошибаюсь. А, ну да, сульфур и гнидиус сурок, вот этот камень я смог копать, хардену, хардену плаву вот тоже смог копать. И прокопавши до конца, так, ну, интересно же, что в конце там, я докопался вот до такой, которую я уже копать не могу. Не знаю, это коренная порода, или бы конец мира, либо еще что-то, не знаю. Узнаю, когда скрафчу алмазную, так сказать, повар цел. И еще я нашел в сундучках, нашел динамит. Какой вот у меня он сейчас в руках. Вот так вот он ставится и активируется правой кнопкой мыши, либо буквой F. Но единственное, что, я не знаю, вот здесь вот сейчас железо, вот, я не знаю, будет ли он. Давайте его активируем, отойдем. Так, взрыв красивый, но, насколько я вижу, совершенно практически ничего не поломало. Попробуем немножко иначе, попробуем, так сказать, как делают настоящие бурильщики. Мы сейчас проделаем дырку. Поставим так, глаз спины, чтобы мне никто не подошел, потому что здесь всяческие монстры, они практически везде здесь. И вот так вот включим. Ой, 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 горю. У меня одна бутылка лечения осталась, так что надо осторожнее быть. И нет у меня факела. Сейчас мы вот этот факел возьмем. Поставим его здесь, чтобы... Ну да, я смотрю, территорию не взрывает. Надо будет попробовать скрафт следующий, ну, самый дорогой, так сказать, динамит. Может быть, он все-таки будет ломать нам территорию, потому что как-то странный смысл, когда исключительно для борьбы, что ли, получается. Ну, еще две минуты осталось. Исключительно для борьбы, получается, как будто бы динамит. То есть... Как вы видите... Блин, да, здесь не смогу показать. Кстати, я вот выбил вот такие вот рок... Рок, не знаю, по-моему... Раковины скрабов. Кстати, мне понравилось, что здесь каждый монстр что-то имеет какую-то свою особенность. Ну, не каждый, по крайней мере, вот, допустим, крабы. Они, как бы, закрываются в своем панцире, и некоторое время он так синеет, так сказать. И некоторое время вы его, когда бьете, не наносите урона, и после, так сказать, какого-то определенного тоже времени, отчета, при том он так начинает мигать все быстрее и быстрее, и когда что-то происходит, он как бы так вскакивает, и вокруг себя крутится клещнями, задевая все вокруг, то есть нанося урон, и, ну, и, как бы, такой вот скилл получается уникальный. Краб, вон он, ну, я к нему боюсь, на самом деле, проходить, потому что, во-первых, здесь лава вокруг, и она может в этот момент потечь. Я не знаю, по какой причине она тут начинает течь, по какой не начинает, но как-то она вдруг все это спонтанно делает. Вот видите, вот взяла, потекла. Непонятно с чего, но мне такие моменты совершенно не радуют. То есть верхний блок, он начал, как бы, вот видите, как видите, вот тоже. Ох, какой он резкий-то. Ох, какую-то бутылку лечения выберет, отлично. Вот эти червячки, червячков бы я бы тоже... Вы видели, он мне пол... Пол жизни и за один раз потратил. Опасно здесь ходить, потому что любая, ну, любая поломка любого куба... Так, это, кстати, такая бутылка, которая... Ну, да, я так и знал, что она просто более... Более блатная лечилка, так сказать. Блин. Я сейчас просто сгорю, и... На этом мои, так сказать... Мой поход закончится. Интересно, что там. Но у меня нету... Так, понятно, червяк, который убивает очень быстро, и не жалея никого, забираем алмазы. И давайте уйдем домой к себе, так сказать. Телепорт, конечно, здесь прям божественный. Также я по... По... Ну, так, решил устроить такое довольно далекое и долгое путешествие. Так, кстати, вот могу эксплозив бомб делать. Эксплозив это как-то переводится, но как... Вот есть такой вот ТНТ, прям целый ТНТ. Хотя... Хотя вот все-таки ТР-3... А, вот ТР-3 есть. ТР-1. ТР-2. Вот я взорвал ТР-3. Еще металлические нужны металлические слитки. Ну, как видите, да, вот... Можно алмазную броню делать, и пиренрот нужно будет. Притом придется очень много... Так, а из него что у нас делается? Как раз-таки кристаллы. Которые, в принципе, мне как раз-таки тоже понадобятся. Так, в первую очередь, наверное, мы сделаем вот эту вот штучку. Как раз-таки мне нужны эти кристаллы. Как раз-таки я их потратим в подаренную нам наличку. И ускорим этот весь процесс. Так, здесь закажем пока что пускай и делается. Надо заказать побольше всего, чтобы потом, так сказать, сразу все скрафтить. Так, ирон-роды нужны. То есть... А, ну вот, в принципе, заберем их как раз-таки и сделаем таким образом. Я надеялся, что здесь какие-нибудь боссы будут. Ну, пока что я такого ничего не нашел. Ну, бегал, честно говоря, довольно долго бегал. Но все равно как-то мне не повезло встретить никакого монстра или еще кого-нибудь такого подобного. Так. Собираем еще. Главное, чтобы налички хватило. Так, переделаем давайте алмазы. Переделаем железо. Вот все, что осталось. Сделаем быстренько это все. Плюс кристалл я сделал, все нормально. Так, делаем, значит... А, я уже книжку заказал, да. Делаем алмазный меч. Мне остальных ресурсов должно хватить. Так. Ну, сначала лучше броню целико, потом на плечнике или перчатки эти. Это перчатки, скорее всего. И опять меня не хватает ирон-род, и диамон. Это, конечно, печально, потому что железо у меня критичная, так сказать, масса. И... Да, я поторопился. А, нет. Я смогу сделать блатные... Блатную копалку, чтобы, так сказать, большее количество суперэкстрактов. Большое количество, чтобы получить. Кстати, может быть, если я скрафчу вот такой вот один, то появится следующий как бы пул. Какой там у нас... Ну, следующего варианта. То есть, по-моему, как раз-таки железный появится. А потом алмазный. Интересно, что круче. Суперэкстрактор или алмазный. Ну, ладно. Так, 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 так. Ну, каких-то дополнительных блоков вот я не вижу, честно говоря. Потому что, ну, не появляется. Другой вопрос, что может быть, они будут появляться, когда я буду что-то крафтить из этого. К примеру, если я скрафчу вот такой вот сундук, давайте попробуем. Может быть, появится следующий сундук. Вполне возможно. Скорее всего, по такой, по такой, как бы, ну, пропорции тут все крафтится. Так что каменную вот ступеньку я не крафтил. Ну, давайте тоже ее попробуем скрафтить. И, к примеру, давайте попробуем скрафтить... А, кстати, зачем пробовать? Мне как раз-таки нужно много очень факелов. Два часа сорок три минуты будет это все крафтиться. Но я просто заберу и... А, не влезает. Ладно, мы сейчас избавим, так сказать. А это мы выкидываем все. Прям. Новая броня, старая, там нужно отдать некому. Никто со мной, так сказать, не захотел поиграть. Ну, я бы не сказал, что люди не хотят. Может быть, и хотят. Но, видите, сундук, к примеру, не скрафтится. Можно вот такую large pot. Понятно. Скрафтить нужен какой-то варм... Ворм... Какой-то клык какого-то существа. У меня, кстати, такая вот бутылка как раз-таки одна всего лишь есть. Да, как видите, ступеньки новые. Ох, нифига себе. Люмит. Я думал, на этом, на алмазе как бы... Ох, люмитовая броня какая-то. На алмазе все закончится. Но нет. Люмитовая броня у нас появляется. И, конечно же, скорее всего, появляется люмитер повар цел. Значит, еще ниже, получается, можно... Ну, нет, я все-таки тогда докрафчу... Докрафчу броню и что-то мне не хватает. Что мне не хватает? Так, мне не хватает железа, мне не хватает, которое нужно скрафтить. Так, не понял. Еще раз. Что не хватает? В этой железе есть? А, алмазов не хватает. В чем проблема? Не вижу проблемы в алмазах никакой. Так, и иронрот теперь не хватает. Ммм, все, понял. Так, нет, не понял. Так, что-то не так происходит, потому что... А, все, вот мне нужно необработанное, как бы... Как это сказать-то? Необработанное железо. То есть, вот этот слиток железа, он обработанный, грубо говоря, и поэтому я из него не могу скрафтить какие-либо предметы. Так, отвлекли, как всегда. Так, на чем я закончил? Мне нужно было вот это. Как раз-таки все, крафтится, оказывается. Так, свечусь лишка немножко. Так, иронрот. Блин, да что ж такое-то? Блин, ну, короче, нужно железо, одним словом, и нужно оно его... Надо так, я бы сказал, прилично. Единственное, что... Почему я не могу бутылки крафтить? Потому что нет вот этого цветка. Но где-то он точно у меня есть. Это 100%. Так. Какая-то глупость получается, потому что мне приходится какие-то глаза выбивать ради того, чтобы скрафтировать бутылку. Ну, конечно, ну, почему глупость? С другой стороны, если подумать. Так, Red и Yellow. Я, кстати, по-моему, Yellow-то как раз-таки выкинул. И Red грибы. Red, Red грибы у меня есть. Да, это факт. Возьмем тогда самые обычные бутылки. Большое количество. Постараемся на максималку сделать. 32 штуки. Это очень много, по-моему. Ступеньку поставим где-нибудь внизу. Надо найти железо и добыть его. Потому что проблема. Так, ступенька. А, 4. Так, значит. Так. Вот так. Вот так. Но, честно говоря, я смотрю, почему строительных материалов не прибавляется. То есть... По-моему, где-то здесь. Я что-то не понимаю. А, вот. Вот этот монстр. Вот-вот-вот. Он ослепляет. А, он даже взорвался. Смотрите. Крут как. Ну, вот как-то с него ничего и не упало. Ладно. Пойдем дальше. У меня все-таки алмазная... Алмазная пушка теперь. Ну, круче было бы, если бы это реально пушка была бы. Это было бы в несколько раз круче. Монстры вот все-таки появляются с каким-то рандомным эффектом. Потому что до этого, когда я ходил... Я, кстати, не скракал факела. Когда я до этого ходил, то там не было никого. Так. Ну, и еще раз. Вот опять этот червяк, который практически очень быстро меня убивает каким-то образом. Не знаю, каким. Звук, как будто металлический лист какой-то мы гнем. Ладно. Так. Где у меня мои крафты? Кстати, я же вроде бы крафтил... Крафтил более блатные. Где они? Так. Не понял. Тебе, парни. Блоков, из которых можно что-то крафтить, их как-то почему-то очень мало. Честно говоря, вот же... А! Все понятно. Я... И фут. Я как-то тороплюсь. Все, оказывается, у меня есть. А я просто кипишую и слишком лишнюю суету добавляю, которая меня сбивает, так сказать, с пантолыку. Ах, нет, 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 нет. Надо бы скрафтить еще дополнительно вот такие вот штучки. Вот, как бы это... Каменные куски, не знаю, как бы еще их назвать. Каменные резаки. Скрафтить еще и суперэкстракторы, потому что... Там же какой-то новый материал. Это очень круто. Новый материал это... Так. Ну, все, я весь... Весь алмазный теперь. Прям... Супер бой! Персонаж. Сам не претендую. Немножко напрягает, что... То, что у вас, как бы, в инвентаре лежит на панели быстрого доступа, вы не можете засунуть, как бы... Ну, здесь не отображается. Так, ладно, думаю, мне хватит. Пойдемте посмотрим, что там ниже. Мне даже самому же интересно, куда ниже, что там... То есть, ну, если, знаете, если копировать на Майнкрафт... То есть, ад есть, к примеру. Ну, мы спустились в ад до какой-то степени. Значит, что, какой следующий мир? End. Я, конечно, говорил, что... Кстати, говорил в серии, что надо бы посмотреть рецепты. Вдруг есть какой-нибудь рецепт портала или что-нибудь в этом роде. Но нет, я забыл, как всегда. Так. Я, правда, без факелов этим собираюсь заниматься. И, скорее всего, да. И даже обычный... Ну, вот. Даже обычный факел я не могу скратить. Ладно, попробуем. Делаю я своеобразные тут ступеньки. Ух ты. А копать я не могу ниже? А вообще... А, логично не могу копать, потому что... Материал-то у меня, в принципе, уже не тот. Да нет, я смотрю, здесь обычный камень. Ничего такого в нем как бы нету. Ну, алмазы. Так, и вот какой-то мир следующий. И звуки сразу какие-то ужасные. Быстро я докопался. Там я так вижу. И так я понимаю, что там конец. И... Ой, что-то каким-то краем... Краем прям, как сказать, ух. Я могу только задеть и понять, ой, что это там такое. Понять, что здесь, для чего. Так, мне бы какой-нибудь материал. Давайте вот возьмем вот этот. Я уже накопал достаточно много. Хотя мне где-то спускаться надо. Посмотрим. Так, там монстры. Главное, главное, чтобы... Ну да, я не могу осветить. И, по-моему, если я не ошибаюсь, что тут вокруг езде... Ну, вот таким вот образом все расположено, что мне придется... Вот, там даже деревья какие-то раскручить. Вот, смотрите-ка. Камень какой-то, по-моему, с червяками, честно говоря. Вот этот вот. Очень странный вот камень. Какой-то тут будет. То есть, здесь даже деревья какой-то, типа лианы, что ли. Жутковато. Ну, ладно, давайте сначала, во-первых, сбегаем за факелом. Это в первую очередь. И... Прям давайте на все закажем. Берем и еще. Ну, это просто закажем, потому что, я смотрю, у меня наличности очень мало стало. И следующую броню мне придется, похоже, ждать. И я... Ну, чтобы... То есть, у меня наличности не хватит, чтобы ее скрафтить. И я боюсь, что там будет крафт. Час, если не больше. Потому что, если здесь 2-3 часа крафтится броня... Ну, не знаю, конечно. Просто бессмысленно получается этот крафт в том плане, что... Чем... Чем в это время заниматься... Чем в это время заниматься, пока вот там все у вас собирается... Не знаю, я пока как-то не придумал. Так, где я нашел здесь вот краешек скалы. Так. Так. Давайте вот здесь осветим. Нифига, скорость... Скорость копания камня просто бешеная. Так. Осветим. Сейчас. Сейчас, сейчас. Освечу. Вот здесь освечу. Да, это какой-то подземный мир в подземелье. Подземные подземелья. Не знаю. Подземные подземелья. Потому что, если... Так. Так. Какие-то грибы. К сожалению, я... Так. Сейчас, секундочку. Освещение. А то явно... На видео будет слишком темно. Блин. Как-то спускаться-то. Конечно, можно спрыгнуть и потом просто, так сказать... Пост... Опа-па. Главное, не упасть. Просто построить потом. Какой-нибудь, не знаю. Ну, ступеньками. Дверь. Я вон вижу монстров. Что это? Какой-то рогатый. По-моему, я вижу рог, который как раз-таки... Вон там, видите, светится сбоку. Вон там. Как раз-таки монстр, который... Должен мне дать этот рог. Рог изобилия. Нет. Сейчас, секундочку. Так. Мне кажется, что здесь система, как в Майнкрафте, допустим, с шифтом не работает, потому что... Ну, мне так кажется, и все, короче. Не могу достать прям до дерева. Сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть. Подземелье в подземелье. Вот. У меня как-то пришла мысль в голову. Будет это подземелье в подземелье. Давай, бузно. Так. Ну, я уже близко. Я уже близко. Так. Я вот даже сказал. Довольно совсем уже близко. И вот. Тут прям дерево, как ступенька. Так, это... Ну, в принципе, это, по-моему, это обычный краб. Или я ошибаюсь. Или это необычный краб. Так. Так. Сейчас, сейчас. Еще. Блин. Лезть вот так сделаем. Уже здесь. По-моему, меня кто-то бьет. Или я просто упал. Что это такое? Так. Это... Болот, что ли, какой-то? Как думаете, это вообще... Ой. Все, 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 все. Понятно. Это испарение. Они... Злые испарения. То есть, жидкость не... Недобрая. Так. Ладненько. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь я вот там вижу какие-то грибочки. Ну, кучу всяких каких-то непонятных монстров. Потому что я издалека не могу понять, кто это. Так. Ладненько. Руду пока что я не вижу никакую. Ну, это... Главное... Главное, чтобы здесь ничего летающего не было. Не люблю летающие... Вот это за них. Жесть. Хорошее звуковое сопровождение. Я не скажу, что я прям из-таки испугался. Или у меня еще какие-то мысли. Блин, слишком много шагов. Как-то нет. Я не скажу, как. Ох, нифига себе, круто. Сразу три бутылки. Невероятно крутотецкая. Кабань. Алмазный меч, работай. Ох, нифига себе тут. Вот это дробь. Не, ну, шум листви был прям-таки. Так, давайте попробуем вот этот какой-то свечащийся ресурс добыть. Это явно что-то. Какие-то кристаллы, может быть. А, возможно, скорее всего, это именно... Именно то, что я и ищу. Да, скорее всего, потому что его надо добывать. Так сказать, копалку. Да, скорее всего, это лимит. Так, 36 минут. 36 минут будет добываться лимит. Это, конечно, сурово. Но, ребята, честно говоря, очень прикольно. Мне нравится то, что вот поначалу... Поначалу в Майнкрафте такого не было. А здесь это есть. И здесь это интересно. Другой вопрос, что... Это я под этим подразумеваю вот эти миры. Ну, или, может, и в Майнкрафте в самом начале буду. Я не знаю. Я играю в Майнкрафт не самых, так сказать, его... Не самого, так сказать, создания. Но... Так, давай. Я еще хочу... Монстрам, мне интересно... Они какие-то тут... Они, вот, смотрите, у них прям такой дробь, что... Их прям приятно, так сказать, убивать. Скорее всего, здесь есть какие-нибудь... Ну, то есть, нюансы, что... То, да, этим... Или всем можно как-нибудь воздействовать на мир. Не только, допустим, как я воздействую, но еще какие-нибудь способы невероятным... Непридуманным, так сказать. Так, главное запомнить, где у меня расположены... Мои факелы, что ли? Не факелы, а... Бурмашинки. Прошу прощения. Ну, главное запомнить это. Так. Я понимаю, что здесь точно я никаких факелов не скрафчу, потому что нужно вот именно такое вот дерево. Это, конечно, странно, что факелы только одним способом крафтятся. Ну-ка, а если вот... Нет, не хочет светиться. Кстати, я, когда... Да. Я думал, здесь можно будет... Чуть-то побороться этим. Ну, понятно. Можно сохранить, что ли, чтобы это было... Я думал, что здесь можно гамму повысить или понизить гамму. Так, ну, можно, кстати, забрать некоторые факелы. Ну, конечно, здесь невероятно темно. Просто... Просто сурово темно. Кабанчик. Я вижу кабанчика. Ну, блин, он какой-то... Почему-то не хочет ко мне идти. И, черт его знает, по какой причине. А, смотри-ка, хочет, просто он меня не видел. Ох, невероятно. Такие бомбочки мне дали. То есть разные, смотрите. Ну, стане еще и эксплозив. Эксплозив, это, по-моему, есть... Взрывная, по-моему. То есть это не ослепляющая, вроде бы. Так, теперь мне бы как-нибудь не заблудиться. Так, я не то сделал. Я выкинул случайно бомбочку. Ну, ладно. Теперь знаем, что эта бомбочка вот так вот взрывается. В принципе, если я сейчас еще кого-нибудь найду... Вот краб и крабик. Нет, он далеко и непонятно где. Я так понимаю, на нижних блоках... Ну, блин. На нижних блоках уже не работает, так сказать, защита от этой воды. И вы начинаете от нее, так сказать, от ее испарений умирать. Скорее всего, скорее всего, здесь еще где-то есть сундуки какие-нибудь. Оп-оп-оп. Если я быстро как-то нормально. Скорее всего, здесь есть сундуки. И здесь надо, конечно, поиследовать. Единственное, что я, к сожалению, не нашел никаких построек. Ну, не знаю, может, поселение, либо еще что-то. На верхнем, в верхнем мире. То есть, так скажем, на поверхности. Вот почему в мире? Я же никуда не телепортировался. Так что, я боюсь, что здесь пока что нет никаких деревень. Ну, хотя, может быть, я просто ошибаюсь. И все здесь есть. Я думал, на этой серии, так сказать, обзор закончится. Но единственное, что я не знаю. Либо как-то... Ой, нырнул. Ой, нырнул. Нехорошо. Наглотался. Выплюнь, выплюнь. Блин, давайте вернемся домой. Потому что здесь смысла нет находиться 40 минут. Плюс заберем и еще накрафтим сейчас. Прям надо очень много. Я хочу прям их накрафтить так, чтобы... Простите, меня от них прям пучило. Ну, чтобы с факелами не было проблем. То есть, в этом... Ну, вот как бы на поверхности здесь я не нашел никакого поселения. И это как-то будет на какую-то грустную немножко мысль, что нету какие-нибудь, не знаю, какой-нибудь борьбы, что ли, или что-нибудь в этом роде. Ну, это тоже не беда, в принципе. Единственное, что... Ну, как бы я вот вижу проблемой, что дальше крафт не идет. Вот, хотя вот асфальт, к примеру, можно скрафтить, попробовать, да? Ну, я закажу-ка такие именно крафты, необычные. То есть, то, что вроде бы как бы обычный человек не закажет. Ну, к примеру, вот мне неинтересно асфальт заказывать. Но давайте закажем один асфальт, закажем вот камень, да, какой-то камень, что вот стол можно заказать, к примеру, вудслаб. Давайте закажем стол. Так, забор, калитка, калитку давайте закажем. Интересно, просто вдруг откроется какой-нибудь крафт. Так, вот, блю конкретно. Это бетон. Это, я знаю, это вроде бы бетон цветной просто. То есть, из этого можно будет делать. Хотя, скорее всего, если я сейчас сделаю какой-либо цвета, хотя нет, бетон, то... Ну-ка, давайте просто попробуем, да и все. Ну, где-то были бутылочки. Бутылочки, бутылочки, бутылочки. Жидкостью это были же. Ну, вот, давайте, блю, возьмем и... Так. Желтые положим. Коблстон я ищу. Коблстон, коблстон. А, ну вот, камень. Не коблстон уж. А, силт стон какой-то. Силт стон нужен. Вот он. Блин, неудобный. А, вот. И давайте его тоже скрафтим, чтобы... Точно, так сказать, быть уверен, так и много-много факелов. Просто интересно, дальше ли крафт откроется. Ну, вот, можно, кстати, скрафтить еще. Вполне. Кирпич какой-то, стонблок. Вау. Явно это... Вот такую вот вещь я крафтил. Какого-то дорожка, что ли. Закрою. Эксплодив. Армор. То есть, ну, это понижает... Броню, что-то получается, да. Просто тут некоторые... Некоторых ковырять приходится долго. Ну, вы сами видели. Вот так. Угу, можно даже такой кристаллик собрать. Здесь. Ну, в принципе, здесь больше ничего не нужно. Так. Да, смотрите. Стол скрафта сразу можно. Стул и кровать. Это прикольно. Ну, вот, у меня уже вот эти вот... Лиск и такой вот штуки. Я даже не знаю. Жир какой-то это получается. Этого жира у меня уже, к сожалению, нету. Также, наверное, я пока что вот это все складирую. Это складирую. Вот это складирую. Так. Стол мы сейчас куда-нибудь воткнем. Потому что, ну, раз скрафтили стол, значит, его нужно использовать. Интересно просто. Ну, так, нормальный, обычный стол. Также дальше, смотрите. Тут стол. Каменный стол. Ну, и вот, в принципе, таким вот образом, похоже, можно. Ну, вот. И, пожалуйста, вам и каменный, и стонгейт, ворота сразу. И кровать также появилась. Кстати, кровать-то как раз-таки можно скрафтить, попробовать, что только тот же эффект. Хотя я не умираю, так что, в принципе. Ну, а вдруг, может, какой-нибудь мир снов у меня откроется. Что-нибудь типа того, кто мало ли на что тут могли придумать. Стопичек. Ладно, это я уже попробую за кадром. И если что-то интересное найду, обязательно вам расскажу. А сейчас вы желательно, чтобы вы подписались на канал. Потому что я прохожу и обозреваю очень интересные игрушки. Необычные игры, не такие, как у всех, так сказать. Потому что это игры очень великолепного, я считаю, такого жанра, с которым будущее. Это жанр-присочницы, в которых можно исследовать. А где есть открытый мир, где есть крафты, где есть бой, есть какая-то социальная часть. Это интересно. Это интересно пребывать в игре, отдыхать, расслабляться. Мне этот жанр, вот на данный момент из всех жанров, больше всего нравится. И я вот отдаю ему предпочтение в данный момент. Поэтому, если у вас есть предложение, какое бы вы хотели посмотреть игру, так сказать, в обзоре от моего лица. Кстати, прикольно, смотрите. Меч прозрачный, то есть он классно, прям реально из кристалла сделал, смотрите. Прикольно, прикольно. Если вы хотите какую-то игру посмотреть, ну, как бы в обзоре от меня, так сказать, то комментируйте, оставляйте какие-то пожелания, какую бы вы хотели игру посмотреть. Ну, и желательно, это игры не слишком древние, чтобы были. Или, ну, или не GTA в Vice City, как минимум хотя бы. Потому что, ну, сами понимаете, надеюсь. А так, еще раз подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, оставляйте какие-то пожелания. Или еще какие-нибудь надписи, какие бы вам хотелось бы оставить. Все это понятно. Всем всего хорошего. Удачи в сегодняшнем дне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok